Добрый день, дорогие друзья, любители шахмат, на Ческом.ру С вами гроссмистр Алексей Ермолинский. Еще одна партия, последняя партия второго тура, турнира претендентов. То есть это мой восьмой уже ролик на эту тему. Да, как-то быстренько все это идет. Очень интересно, очень интересно работать для вас. И вот эта вот партия, которую нам осталось рассмотреть, это партия между Максимом Ващева-Гравом и Дель-Леженем. Партия... Ну, результаты вы, конечно, знаете. То есть вам ничего нового сказать не могу в этом отношении. Просто сообщу, расскажу о наших ощущениях с Добровым, когда мы работали вживую. Ну, никак, никак мы не ожидали, что Дель-Лежене стартует с двух поражений. Ну, это невозможно было представить. Я думаю, никто этого не ожидал. Из специалистов, любителей прогнозов и так далее. Но вот в этой партии, которую мы сейчас рассмотрим, честно говоря, исход ее был предрешен практически в дебюте. Этого тоже, ну, никак нельзя было ожидать. Да, если припомнить, летом 18-го года, то есть полтора года назад где-то, игрался этот турнир Дутэ Кап. И в этот момент Дель-Лежене у него была беспроигрышная серия. Сто партий. Ну, с тех пор ее вроде бы там, точно мы знаем, что Магнус Карлсон перекрыл ее. У Магнуса тут уже 120 или сколько-то. Ну, в принципе, само по себе это, ну, просто какой-то статистический факт. Не знаю, стоит ли на это особенно обращать внимание. Если вспомнить знаменитую серию беспроигрышную Таля, ну, наверное, Таля мы все-таки не за это помним. Хотя он играл по-прежнему очень сильно, там, и в 80-е годы. Но все-таки 20 лет до этого, когда он как метеор ворвался, прошел через все свои атмосферы и дошел до матча на первенство мира и выигрывал его. Ну, вот это вот было замечательно. То есть, в принципе, это беспроигрышная серия. Ну, просто какой-то любопытный факт. Но, тем не менее, шум вокруг этого поднялся. И вот на тот турнир приехал такой, значит, ваш Еваграф, заезжий путешественник из Франции и взял, да и обыграл Дель-Лежене. И прервал эту серию. И там у них, кстати, была итальянская партия. Ну, вот это модное, современное итальянское, которое очень похоже на испанские структуры. И вот после этого, хотя Дель-Лежен, конечно, он... Ну, не видно было по нему, чтобы он очень сильно расстроился. Он продолжал играть и, кстати, достиг очень больших успехов. И победа над Карлсоном, и все в прошлом году. Многие вообще считали, что вот если Дель-Лежене выиграет турнир претендентов, то это будет очень опасно для Карлсона. Ну, может, так еще и будет. Мы же не знаем, что произойдет. Но, тем не менее, одну вещь я хотел отметить. Вот пробили, немножко Дима пробили вот в его структурах, в испанских структурах с Ачурами. Он стал проигрывать. Время от времени. Вот он как-то стал проигрывать. И я думал, учитывая серьезную основательную подготовку к турниру претендентов, я как-то подозревал, может быть, он даже приготовит какой-то новый дебют. Или, по крайней мере, новый вариант. Вот как Карлана делает, да? У Карлана всегда какие-то новые варианты. А Дин Лежень, который приехал там под Москвой две недели в карантине, сидел с тренерами. За это время можно было перепахать много вообще дебютной теории. Тем не менее, как вот эта партия показала, продолжал играть как-то по старинке. Ну, по старинке, по своей собственной. То есть, в расчете на свои предыдущие партии. И вот здесь он нарвался. В общем, пока это ничего не выглядело такого. Ну, ладно. Пошли белые H3. То есть, не будет Маршала. Не будет хода D5 в ответ на C3. Ну, Дин Лежень там проиграл, кстати, в Маршале. Совершенно критическую партию в финале Кубка Мира Тимуру Раджабову. Ну, в общем. Здесь H3. Ладно, все это уже было. Он играет с Ломбой 7. Всегда так играл. То есть, готовиться Максиму было довольно легко. По крайней мере, до этой позиции. А может быть, еще и шаг другой дальше. Вот теперь белые делают этот непритязательный ход А3, чтобы сохранить своего слона. И черные играют ферзь D7. Ну, почему ферзь D7? Ой, слушайте, что я сделал. Я прошу прощения. Я немедленно сейчас вернусь назад. И нажал совершенно не на ту кнопочку. Вот. И... Почему ферзь D7? Ну, надо что-то делать с конем C6. То есть, коня этого куда-то нужно убрать, чтобы освободить дорогу пешки C. Ну, и слона открыть с B7. Ну, вот куда идти? Идти на А5. Ну, там всегда конь как-то застревает. И потом нужно его оттуда вызволять. Перевод коня B8, D7. Так раньше играли все время в этой позиции. Потом почему-то это вышло из моды. Я не знаю почему. Вроде бы вариант Брера здесь смотрелся бы неплохо. Ведь белые особенно ничего не атакуют. Ходы сделали такие непритязательные. Три пешечных хода. Маленьких, скромненьких. H3, D3, A3. Но почему-то вот сейчас конь B8 не в моде. Значит, ферзь D7 или ладья Е8. Сам Диль Лежень уже играл. И так, и так. Но это не имеет значения. Приходится к той же самой позиции. То есть вот эта вот позиция. Но что про нее можно сказать? Как здесь играли? Ну, сначала, конечно, надо посмотреть на ход конь D5. Самый прямой, самый основной. Здесь вот что получается. Берут и сам Диль Лежень здесь отводил коня на А7. Это была партия его против Накамуры. Причем это был классический контроль. Играл в Синкфилд Кап. В Сент-8. В прошлом году. Здесь. Можно вот что заметить. Если бы белые продолжали так же, как Максим играл в партии. То у них не совсем бы получилось. По той причине, что здесь. Я немножко забегаю вперед. Но вот этот план со взятием пешки на B5. Был бы нехорош. Поскольку черный конь сразу же нападает на D5. А белые теряют центральную пешку. Да и на B5, в принципе, тоже висит. Уже не будет. Ведь хода слона А4. То есть в этом случае конь очень здорово расположен на C8. А если играть так, как играл Хикаро, он пошел D4, ударил в центре. То у них получилось очень интересно. Потому что черные ответили C5. Ну, это вроде бы изолированная пешка, слабая на D6. Но некоторые перевес в развитии. Бивы не успели вывести слона. Или, точнее, не успели пойти C3. В общем, что-то им не успели. Одного хода не хватило. Потом было сыграно конь E5. Ну, в общем, уравнялась. Игра уравнялась. И партия закончилась ничью. Вот таким образом Динг боролся с ходом конь D5. Можно порассуждать о ходе конь E2. Его делали неоднократно. Все хорошо. Конь переходит на законную позицию на G3. Ничего в этом удивительного нет. А и черные с другой стороны делают свое черное дело. Играют конь D8 у этого коня на E6. Опять же, у Дин Лежень огромный опыт. Такого дела. Вот Максим. Вообще, Максим Вашьев-Аграф знаменит тем, что он не сдается. Даже в каких-то дебютах, где кажется, ну уж совсем ничего. Он раскопал что-то и в Берлине за белых. Выиграл пару партий. Придумал вот эти вот идеи возвращения лишней пешки в маршале. Где он на D3 пешку стоит, потом ее отдает. Кстати, и воспользовался Раджабов для того, чтобы выиграть у Дин Лежень решающую партию в Ханты-Мансийске. И вот здесь. Вот он взял и сделал такой непритязательный такой ходик. Маленький ходик. Слон D2. Ну что? Сюда. Теперь конь D5. Ну, можно просуждать о том, что может быть черным вообще не следовало этого коня бить, а продолжить свой конь Е6. Вполне возможно. Хотя, белые, наверное, заберут свана. Какой бы он ни был, бы плохой слон на Е7, но слон это слон. Выбор пал на ход, конь бьет Д5. Взяли пешки. И теперь очень быстренько черные пошли Ц5. И здесь вот мы сидим с Владимиром Добровым, и я ему говорю, что-то тут не то. Он говорит, да нет, все нормально. Такая была уже партия. Я говорю, точно такая же. А он с базой там сидит, работает, я слышал. И Володя говорит, да, точно такая же. Кто-то играл по переписке. Я так подумал. Переписка. С одной стороны, конечно, компьютеры. Ой-ой-ой. Там они на полную мощность работают. Вообще, не знаю. Щетчик крутится как бешеный этот, электрический. Когда играешь по переписке. Дело не дешевое, как я предполагаю. Но в то же самое время. Такие ли уж сильные шахматисты играют? Как-то могут так посмотреть. Компьютер что-то там сказал. Быстренько пробежать. Главное же до тактики добраться. Вообще, игра по переписке всегда была тактической игрой. Поэтому там любили играть какие-то драконы там или контратаки. Тракслор, я не знаю, что там. Наверное, и сейчас так и осталось. Вот мне кажется, этот момент был в той партии упущен. Ну и потом. А вот как Максим до этого всего дошел? Играет А4. Теперь, я начал говорить. Еще как-то это все было неубедительно. Даже Владимир не очень-то хотел меня слушать по этому поводу. Когда я сказал, наверное, надо было пойти С6. Ну вот, подорвать, избавиться от этой пешки Д5. Коня нужно вернуть. И нельзя. Я считал, нельзя оставлять эту структуру. Если белые уже сыграют С4, хорошо, после размена, то тоже нужно аккуратно действовать. Надо все время смотреть за ударом, конь бьет Е5. Поэтому Ф5, я думаю, ходить не надо. Белые могут взять. Отыграть фигуру потом Д6 шаг. Наверное, нужно аккуратненько. Как-то Ф6, Д4, конь Ф7. Ну, позиция очень крепкая. Здесь нельзя сказать, что у белых так уж заметно лучше. Ну вот, к партии. Вот, что получается. Я говорил про переписочников. Ну, наверное, это ко всем относится. Но сколько нужно вариантов смотреть? Один ход смотришь, другой. Все время нужно все прогонять через компьютер. Ну, в какой-то момент невозможно же следить. Каждую секунду. Совсем не уследишь. Каждую секунду следить вообще. Компьютер правильно. Правильно все делает или нет. Может быть, он нас куда-то несет, что по его, по компьютерному, это нормально. А мне вот это, скажем, не понравится. Но, опять же, нужно всему уделять внимание. Вот здесь вот этот ход А4. Как-то он выпал. Просто выпал из поля зрения. Дин и Женя, его команды при подготовке. Я думаю, они это все смотрели. Все-таки это же один из основных вариантов, который Дин всегда играл. И противники наверняка тоже это смотрели и могут там его проверить. Вот его проверяют. А ответить на это нечем. Почему? Дело в том, что черные элементарно не успевают убрать коня с Д8, чтобы соединить свои ладьи. То есть, Ф5-то он, конечно, пошел. Все равно, наверное, следовало играть Ф6. Ход, конечно, не очень приятно делать. Выглядит пассивно. Но, по крайней мере, он помогал черным избежать вот этих ударов на Е5. Динг, наверное, рассудил, что не проходит это за белых. И поэтому пошел Ф5. Это все он еще видел. То, что последует. Но здесь он здраво рассудил, что взятие на Е5 совершенно не опасно. Поскольку черные просто пойдут С4. Теперь белые возьмут две фигуры. Вот этого слона. Но потом еще этого коня. И проведут еще Ферзя. Но лучше-то у них не будет. В конечном счете. Разноцветные слоны. Лишняя пешка никакой роли не играет. У черных все очень активно. Вот. Но после хода С4. Смотрите, что получается, дорогие друзья. Ведь черные не могут открыть эту диагональ. Там уже их ждут. Слоны наденут эту тяжелую фигуру на шампур. А как бороться с этим? Например, если мы ушли ладьей на Ф8, да? То получается вот что. Белые возьмут. И теперь они наносят этот удар. Но теперь-то белые просто выигрывают. Дают Д6 шаг. И отыгрывают фигуры. И выигрывают партию. То есть это не годится. То есть ключевой вариант на самом деле был слон Ф6, который мы смотрели. С Владимиром. Вот так. Теперь пешка это теряется. Уже отыграть ее невозможно. Там слон А4. Но черные могут атаковать пешку Д5. Они должны ее атаковать. Конь ее с Д8 атаковать не может. Значит ферзь. И здесь все бы вроде ничего. Но вот по какому-то стечению обстоятельств. Не знаю. Мне сразу же бросился в глаза ход слон Ж5. Я стал его показывать. И здесь пока Динг думал. Мы с Володей посмотрели. Пришли к выводу, что черным тут очень плохо. А потом я прочитал где-то на интернете, что Анан тоже так сказал. То есть не только мы. Мы двое. То есть две главы конечно лучше, чем одна. Но если есть еще третья глава. Особенно если это глава Ананда. То совсем хорошо. То у нас такое консилиум. Что с нами уже никто спорить не будет. А почему плохо? Да вот почему. В этой позиции слишком много головной боли. Значит конь приходит на Ф5. Не знаю. Или пешку берет. Или просто занимает это поле. Прошу прощения. И король слабоват. Ферзь белый разумеется. Там заходит на Аш5 или на Ж4. В то же самое время надо смотреть за пешкой Б. Она может где-то рвануть. И белая Володья. Может использовать вторжение по линии А. Ну просто вот один взгляд на эту позицию. И честно говоря не хочется ее играть. Черными. Избежать. А как? Если просто Слон Ж5 пойти например А6. Ну мало того что эту пешку уже не забираешь. Белые могут ведь ее защитить. Там Слон С4. А потом Ферзь Б3. Но еще лучше наверное так. Еще Ладья на Е8 провисает. Белые вообще вскрывают игру. Но здесь у белых огромное преимущество. С лишней пешкой. Сейчас Слон на А8. Кажется все равно если я сумею взять на Д5. Тогда не важно. Взял я с А8 или с Б7. Но если на Д5 не взять. Тогда Слон на А8 просто стоит ужасно. В общем выхода здесь не было никакого. Поэтому Динк думал, думал, думал. И пошел просто Коня в 7. Думаю что позиция его просто объективно проиграна. Здесь. Особенно учитывая катастрофический старт. Это в какой-то степени нелепое поражение от Ван Хао. И вот так еще разыгран дебют. Ну нельзя даже обвинять Динк лежения в том, что он куда-то там рванул. Королем вперед. Разумеется он понимал, что это все не пройдет. Ваш Е8 с другой стороны действовал очень уверенно. Он на дебют много времени не потратил. Но у него было полно времени разобраться в позиции. Тут сделал очень хороший ход Ферзь Ж2. Возникли какие-то... Какие-то возникли угрозы пешке Ж5. Скажем, если черные делают этот полезный ход Слон Б7. То белые могут атаковать пешку Ж5. Еще добавить А4. Наверное, защищаться можно только путем конь Д4. Но это еще какой-то грустный размин. Что здесь делать? Эншпиль проиграет, скорее всего. Все-таки у белых есть подрыв Б4. Пешка-то будет здоровая. Лишняя. Здоровенная. Проходная. А Миттельшпиля можно только мат получить. В общем, безнадежно. Пошел в Ф4. Понимал, наверное, что закрыв позицию, никаких шансов уже не будет. Но просто партия, можно сказать, доигрывалась. Хотя вот здесь Максим Вашьелограф, все-таки он француз. Какая-то драма должна быть. Не во французском стиле было бы в этой позиции сыграть, скажем, Слон Б3. Пригрозить ходом Слон А4. Ферзь идет, поставит Слон С2, а потом Д4. Но это капитально очень основательно. Что-то в этом есть основательное. Но не театральное, скажем так. А Максим сыграл Ферзи в 5. Но никто не ожидал, что он предложит размен Ферзей. Интересная идея на самом деле. Иногда нужно убрать защитника. Ферзь часто бывает плохой позиции, единственный защитник. Здесь так. Ну что, альтернатива. Ну вот такая альтернатива. Здесь бить еще придется на С4. Иначе фигуру можно потерять. Наверное, проигран у черных. Пешка С идет. Смотрите, в каком стиле просто. Замечательно. Ну что делать? У каждого свой выбор на вкус и цвет. Позиция у белых объективно была выиграна как угодно. Давайте досмотрим, как это было исполнено. Что ладья идет сюда. Ну здесь, если просто пойти с Ваном, скажем, на С6 или Б7, я думаю, что Максим согласился бы еще поиграть. Сколько отходов. Зато он ставит слона на Д5 и потом врывается ладьей на поле А8. Выигрывает, естественно. Было сыграно конь Д8 и здесь очень элегантно. Сюда. Если взять конем, ну это просто... Редко такое видишь, да? Слона поймали в углу. А сыграно-то было взятие слоном на Б7. Ну после слона опять белый выиграл фигуру. И бедняга Динг сдался. Ну вот так вот Дингли Жень. Что случилось, никто не знает. Разумеется, это была загадка старта. Хотя... Были еще интересные события впереди. Но об этом в моих следующих роликах. А пока спасибо за внимание. С вами, как обычно, Гроссмейстер Алексей Армалинский. Гроссмейстер Алексей Армалинский.